Всем привет дорогие друзья, с вами Глеб Задоя и в сегодняшнем видео мы поговорим о тех валютах, которые могут вырасти сильнее остальных после завершения коронакризиса. Смотрите видео до конца, будет интересно. Совсем недавно у меня на канале вышло видео о том, какие акции могут сильнее остальных вырасти после завершения коронакризиса. Если вы это видео не смотрели, обязательно посмотрите, оно будет где-то здесь сейчас в подсказках и в описании к этому видео. Но сегодня мы говорим про валюты. Сразу отвечу на вопрос, что будет с рублем в ближайшее время, что будет с рублем в 2021 году. На эту тему у меня тоже есть видео, я тоже закреплю его в подсказках и в описании к этому видео. У меня есть свой прогноз по отечественной валюте на 2021 год, обязательно посмотрите его, я думаю будет интересно. Сейчас очень много разговоров о том, что валюты развивающихся стран очень сильно пострадали от коронавируса, очень сильно пострадали в 2020 году. И сначала я предлагаю поговорить об антитопе, распределив те валюты развивающихся стран, которые пострадали сильнее всего от коронакризиса в 2020 году. Итак, давайте начнем. Мы начнем с тех валют, которые пострадали меньше всего, а потом перейдем к валютам. Чем позже в нашем списке будут валюты, тем сильнее она пострадала от 2020 года, от коронакризиса и так далее. Очень часто в топе валют пострадавших от коронакризиса называют южноафриканский ранг. Но как бы это ни было странно, южноафриканский ранг в 2020 году во время пандемии коронавируса потерял всего лишь на все 5% от стоимости. То есть ничего сверх критичного нет. Причем очень важно упомянуть, что я называю падение курса валют по отношению к американскому доллару. А тут еще важно подчеркнуть, что и сам доллар неплохо упал в 2020 году, что тоже очень примечательно. Итак, южноафриканский ранг всего лишь на все 5%. Считайте, что коронавирус, коронакризис для южноафриканского ранга прошел практически незаметно. На втором месте, кто бы мог, друзья мои, подумать, на втором месте у нас находится российский рубль, который потерял всего лишь на всего 20% за прошедший год. На месте третьем у нас находится бразильский реал, который потерял 28% от стоимости по отношению к американскому доллару. И это уже действительно очень и очень серьезно. На четвертом месте находятся аргентинские песо. Аргентина находится, ну просто уже на грани дефолта, уже не первый год, там действительно все очень плохо. И аргентинский песо пострадал на 35%, друзья мои, это очень и очень немало. Ну и номер один в нашем топе, таком антитопе, это турецкая лира, которая за 2020 год потеряла 38% стоимости. Друзья мои, вот такой вот у нас антитоп пострадавших валют. Ну а теперь давайте посмотрим, я посмотрел на графики, я проанализировал текущую ситуацию, посмотрел какой есть потенциал отката, потому что, ну, в общем-то, понятное дело, что чем сильнее та или иная валюта упала, тем сильнее она может скорректироваться. И рано или поздно все равно мы сейчас говорим, что у нас будет вакцинирование, будет массовый иммунитет, коронавирус рано или поздно, вся эта история закончится наконец. И мы будем возвращаться постепенно к какой-то более-менее привычной жизни. И вполне логично предполагать, что многие валюты развивающихся стран, которые очень сильно пострадали в 2020 году, в 2021 году будут корректироваться. И давайте посмотрим, вот теперь мой топ тех валют, которые могут неплохо вырасти в 2021 году. И на первое место, чем вот, вот, начинаем мы с тех валют, которые меньше всего могут вырасти, да, а закончим опять же теми валютами, которые могут сильнее все вырасти в 2021 году. Итак, поехали. На первое место я поставлю южноафриканский ранд. На мой взгляд, южноафриканский ранд, который на текущий момент торгуется в районе 15 рандов за 1 доллар, не имеет вообще никакого потенциала особого укрепления. И, скорее всего, будет торговаться где-то плюс-минус вот около той же отметки, где он находится сейчас. Потенциала укрепления я там не вижу от слова совсем. На втором месте у нас находится бразильский реал, который сейчас торгуется по 5,3 по отношению к доллару. И, на мой взгляд, может укрепиться где-нибудь до 5, может быть до 4,5 бразильских реалов за 1 американский доллар. Ну, то есть, в общем-то, потенциал укрепления порядка 6%. И если вас устраивают 6%, покупайте бразильский реал. Следующий в топе я бы поставил очень неочевидное место на самом деле. Вот напишите сейчас в комментариях, кого бы вы поставили на третье место. И вообще было бы неплохо, если бы вы вообще сейчас, в принципе, поставили бы видео на паузу и в комментариях бы написали ваше мнение, какая валюта будет на первом месте. Напишите, пожалуйста, в комментариях, а потом видео досмотрите и скажете, угадали вы или нет. Итак, третье место очень неочевидный выбор, но, тем не менее, это аргентинские песо. Я говорил, что Аргентина находится на грани дефолта, уже не первый год, сейчас она торгуется по 80%. Посмотрите, кстати, на график аргентинского песо. Это просто такой супермен, летящий в небеса. И останавливаться аргентинские песо не собирается. Но, тем не менее, если будет какой-то там откат, откат может быть в районе 12%. Я думаю, там к 70% аргентинский песо чисто теоретически может вернуться. Но, несмотря на то, что потенциал укрепления аргентинского песо составляет, на мой взгляд, порядка 12%, тем не менее, это крайне рискованная история. Потому что, все-таки, как страна, которая находится на грани дефолта, мы можем увидеть как 70 песо за 1 доллар, также мы можем увидеть и 170 песо за 1 доллар. Поэтому я бы, честно говоря, вот эту историю пропустил бы. На таком втором месте, получается, в нашем топе я уже говорил про то, что я очень верю в отечественную валюту в 2021 году. Я очень верю в российский рубль после завершения коронакризиса. И сейчас, конечно, рубль и так уже очень неплохо укрепился. Сейчас рубль торгуется чуть дешевле, чем 75 рублей за доллар. И, собственно, я думаю, что мы вполне в 2021 году можем увидеть укрепление куда-нибудь в район 70-71. Ну, ниже курс доллара, честно говоря, к рублю я не вижу. И, соответственно, потенциал укрепления порядка 7%. И это та история, с которой реально можно работать. В 2021 году рубль будет расти. Я в этом практически не сомневаюсь. И на первом месте барабанная дробь, друзья мои. Кто же у нас находится на первом месте в нашем топе тех валют, которые могут очень сильно скорректироваться? Это турецкая лира, которая сейчас торгуется под 7,8 лир за 1 американский доллар. И вот, на мой взгляд, здесь, возможно, два сценария. Это один сценарий такой, ну, оптимистичный и один пессимистичный. Пессимистичный сценарий лира укрепляется до 7 лир за доллар. И это, соответственно, укрепление примерно на 10%. Ну, и, возможно, если прям все мега-мега позитивно будет для турецкой лиры, я не исключаю того, что будут попытки прорваться в район 6 лир за доллар. И вот это уже, друзья мои, очень и очень серьезно. Это укрепление уже получается процентов на 20-25. В общем, вот такой вот мой топ. И я считаю, что вот именно турецкая лира и российский рубль – это те валюты развивающихся стран, на которые реально есть смысл ставить в 2021 году. Это те валюты, которые реально могут очень неплохо укрепиться. Поэтому вот такое мнение. Жду ваше мнение в комментариях. Ну, и на всякий случай в конце этого видео все-таки я проговорю, что когда мы делаем такие долгосрочные прогнозы, есть масса факторов, которые могут вмешаться. Может там упасть метеорит, рвануть какая-нибудь нефтяная скважина, разразится какая-то война, революция, новые санкции и так далее. И все эти прогнозы, конечно же, будут меняться. Поэтому этот прогноз достаточно долгосрочный. И вполне вероятно, что мы его будем менять. Но на текущий момент, на момент записи этого видео, вот такие прогнозы. Верить им или нет – это ваше решение. Следовать им или нет – это ваше решение. Всегда помните о том, что любые решения, которые вы принимаете на финансовых рынках, это ваше решение. И только вы несете за них ответственность. Жду вас в комментариях. Лайк, подписка, колокольчик. Все как обычно. С вами был Глеб Задоя. Всем успехов в торговле и в инвестировании. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok